Апостол Павел в одном из своих посланий пишет о юродстве проповеди. Вы знаете, такое интересное выражение – юродство, безумие проповеди. То есть проповедующий, я думаю, точно так же, как и верующий в слова этой проповеди, в чем-то выглядит юродивым или безумным, непонятным для людей этого мира. Честно скажу вам, что чаще всего, когда слушаешь проповеди, не совсем понятно, что же в этих проповедях безумного. Или, говоря библейским языком, юродивого. Что же там такого юродивого? Потому что вот по существу очень многое, о чем говорится, соответствует желанию нашего сердца. Даже до того, как мы, возможно, пришли в церковь, узнали о Боге и уверовали в Иисуса Христа. Ну, например, когда мы там говорим о работе, о труде, важно, что не лениться. Много места из Библии в притчах. Ну, в принципе, это же соответствует понятиям людей этого мира, что терпение и труд, все, перетрут. Правда же, да? Ну, что в этом безумного? Ну, понятно, надо поработать. Терпение. Ну, терпение тоже необходимо. Тоже соответствует представлениям этого мира. Или, если мы возьмем с вами драгоценные проповеди о любви, о верности, любовь на всю жизнь. Ну, неужели же люди, только придя в церковь, желают любовь на всю жизнь? Каждая девушка хочет встретить такого принца, с которым бы она была счастлива, всю свою жизнь прожила в любви и умерли бы в один день, а? И все девушки это скажут. Нет, или ты хочешь, чтобы тебе изменяли, чтобы у тебя была куча мужей, чтобы уж потом непонятно, кто муж, кто не муж, от кого дети. Об этом мечтала в молодости? Никто об этом не мечтает, правда же? С этим уже потом к пастору приходишь, чтобы пастор посоветовал, что делать? К тому возвращаться или нового искать? То есть, поймите, чаще всего вот то, о чем проповедуется здесь, но это и так желаемо людям. Что же безумного? Что же, в чем же юродство? Вот сегодня то, о чем мы с вами будем говорить, оно никак, в принципе, не вписывается в понятие мудрости этого мира. Это то, о чем мы будем говорить, это типичное юродство. Давайте откроем книгу Даниила, шестую главу. Вообще, сама книга Даниила повествует о тяжелом периоде в жизни израильского народа. Израиль был взят в плен, вражеский царь Навуходоносор повелел отобрать. Вот уже в то время была битва за мозги людей. Люди понимали, что главное не золото, не серебро, даже не нефть с газом. Мозги, вот что важны. Мозги что-нибудь изобретут, это изобретение будет по всему миру продаваться, все тебе будут дань платить, покупая твое изобретение. И вот Навуходоносор повелел отобрать всех молодых перспективных иудеев для обучения разным премудростям вавилонским, чтобы их подготовить к государственной службе. И вот среди этих перспективных молодых оказался юноша Даниил. И вот посмотрите, в шестой главе есть характеристика этого молодого человека. Я хотел бы на нее обратить внимание. Даниил, шестая глава, третий стих. Я не буду читать весь стих, прочитаю лишь кусочек этого стиха, где говорится о том, что Даниил, смотрите, превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. Все молодые люди были перспективными. Думаю, все они были такими головастиками, что ли, умными. Даниил отличался не тем, что он был образован, а другие были нет. Не тем, что он был умный, а другие были глупы. Нет, там были все довольно достойные. Но его отличало то, чем он, смотрите, превосходил прочих. Не образованностью, не умением достигать своих целей, что так сегодня популярно, да? А высоким духом. Если мы с вами вернемся в книге Даниила во вторую главу, смотрите, здесь такая история. Однажды Навуходоносору, напоминаю, вражескому императору, приснился сон, загадочный сон. И Навуходоносор решил узнать, что же этот сон значил бы. Что же этот сон значил бы. У него было, ну, как в Вавилоне всегда было много всяких духовных людей, там всякие были эзотерики, астрологи, гадатели. Павел Глоба там тоже сидел. Все такие сидели. Толкователи, снов, все. Все сидели умные такие вокруг. И вот он и всех собрал, всех эзотериков, всех... Как сонники-то, которые толкуют, называется. Сонник и толкователей всех позвал. Вот, всех призвал. Глоба сидит тоже с умным видом. Вот. И он им говорит, истолкуйте мне мой сон. Все на него смотрят и говорят, хорошо, царь, истолкуем. Сынам только сон-то свой расскажи, и проблем в толкованиях не будет. В отличие от современных любителей астрологии, всяких сонников, Навуходоносор был умным царем. И он сказал, конечно, я вам расскажу, вы тут натолкуете мне. Знаю я вас, столько книжек, что в дом книги не влезают у нас. Всяких толкователей астрологических. Он говорит, не-не-не-не. Вот вы сначала мне расскажите, что мне приснилось, а потом к чему мне это приснилось, тогда я вам поверю. Понимаете? То есть, по идее, покупаешь сонник, и там ты должен... Написано, что истолкуйте мне мой сон, который вы должны знать, а я его видел, правильно же, да? А они не знают. Ну, как правило, мы так не делаем. Навуходоносор так сделал. На что все гадатели, астрологи сказали, ты что, царь? Ты что делаешь-то? Как так это? Откуда мы можем знать? Ну, не нам же приснилось, тебе приснилось. Мы лишь можем сверхъестественно его истолковать. На что им Навуходоносор говорит, если вы сверхъестественно его можете истолковать, то вы должны его и узнать сверхъестественно точно так же. Они сказали, нет, мы не знаем. На что Навуходоносор сказал, ну что, ладно, всех убьем вас. Вот, зачем вы тогда нужны, вы вредите, едите, пьете, а сами шарлатаны, вот, лукавые. В общем, царь разгневался и сказал, ну все, всех вас, мудрецы вы мои дорогие, истребим. И вот смотрите, Даниил об этом узнает. И вместе с друзьями своими, у него там было три друга, начал молиться. И вот смотрите, Даниила 2 глава 19 стих. Я тоже буду выборочно читать. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил, славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили тебя. Видите, Даниилу Бог открыл и сон, и толкование сна. После сего, я тут пропускаю что-то, Даниил вошел к Ореху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему, не убивай мудрецов вавилонских, веди меня к царю, и я открою значение сна. Знаете, Даниил намного превосходил, как написано, всех там мудрецов, волхвов вавилона. А когда кто-то кого-то превосходит, то этому кому-то, как правило, начинают что? Завидовать. А когда завидуют, то что? Вредят. Даниилу постоянно вредили. Вокруг него, мы читаем книгу Даниила, все время какие-то были там интриги, какие-то интриги плелись там, какие-то, в общем, сеть там. Потому что, когда Бог кого-то благословляет, например, тебя, бывало такое у тебя в жизни? Знаете, чему я научился? Когда Бог меня благословляет, подумай, прежде чем другим рассказать. Потому что ты думаешь, все обрадуются, но далеко не все умеют радоваться с радущимися. Чаще всего твое благословение вызывает негативные чувства у окружающих. Поэтому, если ты хочешь порадовать людей, лучше расскажи им, как тебе плохо. Все подумают, ой, слава тебе, Господи, ни одному мне. И все порадуются, правда же? А бывает так, расскажешь какое-нибудь благословение в своей жизни, и все-таки сидят с унылыми лицами. Бывало такое, да? Вот так вот. Даниил все время, что-то кому-то расскажет, все с унылыми лицами. Есть еще в Библии один герой, помните, он такой сон интересный видел, всем так и рассказал, но никто не порадовался. Как его звали? Иосиф, да, он такой, братья, братья, знаете, Бог мне так возвысит сильно. Они говорят, да? Как интересно. Ну и решили, что пускай Бог его возвысит в другом где-нибудь месте, не в их стороне. Вот. И точно так же, видите, Даниил, его постоянно это окружали, да? И вот смотрите, вот наступает момент, когда Бог Даниилу открывает значение сна. И сам сон, и значение сна. И вот Даниил приходит пред царем и говорит царю, Бог открыл мне, что тебе приснилось, и я тебя сейчас истолкую. И смотри, и тут прекрасная возможность, потому что вот когда нам трудно, тяжело, против нас плетут интриги, да? Ну мы думаем, ну люди не знают, а Бог-то знает все. И однажды наступит день, когда мы, когда Бог покажет, вот кто прав, а кто не прав. И кто прав, кто такой чистый сердцем, ну то есть это ты, понимаешь? Бог его возвысит так сильно, и так благословение на него и зальет. А все, кто был неправ, а особенно если эти кто-то против тебя интриги прилили, вот они все будут уничтожены. И Бог покажет, видишь, как они были неправы, гадкие люди оказались. Ты говорил раньше, что это гадкие люди, но они тебя не видели. А сейчас Бог их уничтожил, все поняли. И вот прекрасная возможность вообще поквитаться со всеми своими врагами. Более того, смотрите, ведь Даниил для этого сам специально ничего не делал. Божья рука через Новоходоностора сама повелела убить всех врагов. Правильно же, да? То есть, ну ты понимаешь, что пришел суд, надо просто радоваться. Бог наконец-то со всеми разберется. Но вместо этого Даниил говорит, не убивайте мудрецов вавилонских. Не убивайте. Даниил не мстил. Более того, не радовался, когда проблемы приходили к его завистникам и к его врагам. Даниил просил сохранить им жизнь. Почему? Да потому, что он был не просто образованным, умным, классным, харизматичным. А потому, что в нем был высокий дух. Об этом высоком духе апостол Павел написал в одном из своих посланий. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Мы-то думаем, что с волками жить поволчевать. Вот пришло возмездие, как по-другому. Но высокий дух, это не дух, который уподобляется злу окружающим у тебя. Или интригом. Или зависти. Высокий дух, это вне этого. Он побеждает зло добром. Зло добром. Один из признаков последнего времени, о котором говорил Иисус, по причине умножения беззаконий, во многих охладеет любовь. Чтобы любовь в тебе охладела, она должна в тебе быть. А чтобы она в тебе была, то, как написал апостол Павел, она должна излиться в твое сердце Духом Святым. То есть это о ком говорится? О верующих. То есть в последние времена, когда будут происходить очень страшные, очень жестокие изменения в мире, в экономике, будут постоянные войны, какие-то политические передряги, пойдет народ на народ. Царство на царство. Чего вам рассказывать? Открываешь новость и видишь все, что происходит сегодня. Так вот в это время, когда, знаешь, наши, не наши, свои, чужие, правильные, неправильные, даже люди, у которых в сердцах любовь, излитая Духом Святым, то есть верующие, будут охладевать. То есть мы будем так сильно вовлекаться вот в эту игру, наши, не наши, правильные, неправильные, что мы уже потеряем что-то. Что такое высокий Дух? Дух, который над схваткой. Над схваткой. Мне это очень в чем-то напоминает нашего поэта, сто лет назад жившего, Максимилиана Волошина, который писал, что я благословляю и тех, и других, про гражданскую войну, который, когда приходили красные, прятал белых, когда приходили белые, прятал красных, потому что у нас то за красных, то за белых. И ты сам даже не можешь определиться, кто прав, кто не прав. Была бы гражданская война, то ли я за красных, то ли я за белых. Так вот, человек высокого Духа, он за Бога всегда. За какого ты скажешь? Который есть любовь. Вот за какого. И поэтому, если возникает прекрасная возможность воздать всем твоим неприятелям человек высокого Духа, что? Милует. И прощает. Вот таким был Даниил. Он миловал и прощал. Но это еще не все. Когда волхвов помиловали, казалось бы, вот представляешь, вот они плели против него козни. А он, наоборот, сказал, в то время, когда над ними возникла опасность казни, не убивайте их, не надо, помилуйте их. Казалось бы, такой чудесный, благородный поступок должен сокрушить сердца этих волхвов и мудрецов. Они должны просто были пасть на колени и сказать, Даниил, прости, бес побутал. Ну, ну не разглядели мы тебя. Думали, ты такой же, как мы, а ты не такой же, как мы. Ты такой великий человек, слава, честь тебе и хвала. Нет. Когда опасность улеглась, волхвы продолжили плести свои козни и сети против Даниила. Ничего не поменялось. Его благородный поступок никак на них не повлиял. Они продолжили свои козни, и в конце концов Даниил оказался в компании со львами. Помните? Благодаря усердию мудрецов. Но, посмотрите, высокий дух действует не на основании отношения окружающих к тебе. Ах, а они ко мне так, и я буду так. Нет. Ах, я к ним по-хорошему, а они все равно по-плохому. Но есть терпение и предел. Высокий дух всегда основывается на взаимоотношениях с Господом. А Бог великий, многомилостивый. Когда Он наполняет тебя, в твоем сердце тоже возникает милость. И ты понимаешь такую вещь, которую, знаете, вот ум наш не понимает, мирской, греховный ум. А Бог понимает. И это истина такая. Все можно простить. Все. Все. Не, не, подожди, подожди. Вот все можно, а это нельзя. И это можно. И это можно. И Даниил был таким человеком, человеком высокого духа. И когда он изъяснил сон, посмотрите, Даниил, 2 глава, 48 стих. Возвысил его царь. Возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков. Поставил его над всею областью Вавилонской. И главным начальником над всеми мудрецами Вавилонскими. Вот. Награда нашла героя. Честь ему и хвала. На 49 стих, смотрите. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Мессаха и Авдинага, друзей Даниила, над делами страны Вавилонской. А Даниил оставался при дворе царя. Пророк Даниил отказался от высокой должности и награды в пользу своих друзей, с которыми он еще в свое время, помните, молился. То есть, человек высокого духа, это не тот, кто стремится только к своему собственному успеху. Это человек, который ощущает себя единым с другими, и поэтому он делает не меньше для успеха ближних своих. В этом, в принципе, и есть роль служителей в церкви, роли пасторов. Из пасторов часто и проповедников, особенно, если они одаренные, если они харизматичные, из них делают каких-то вот великих-великих людей, хотя на самом деле призвание любого пастора-служителя это помочь другим достигать успеха, а не возвышаться как некая церковная звезда над всеми остальными. Сколько таких всевозможных звезд, которые уже упали и еще будут падать, потому что настоящая звездность это не звездить самому, а помогать, чтобы у других был успех, понимаете? И он заботился об окружающих. Он был человеком высокого духа. Второй пример. Откроем первую книгу царств 24-ю главу. Еще один человек, который показывает, что же такое высокий дух. Его звали Давид. Молодой человек, всем сердцем преданный царю Саулу. Но опять тут такая история. Чем успешнее был юноша Давид, тем больше его ненавидел царь Саул. А поскольку Давид, мы с вами понимаем, он реально был выдающийся человек, он был необычный человек. Часто Бог призывал очень простых людей и изливал через них свою славу. Для того, чтобы Бог через себя действовал, не обязательно быть выдающимся человеком. Но Давид был таким, он был особенным человеком. и он не случайно особенно выделен в Священном Писании. Не случайно Иисус назван сыном Давида. И вот смотрите, Давид был во многом выдающимся человеком, как военачальный, как полководец. помню известного итальянского композитора виртуозного скрипача Паганини читал такие слова, он говорил, что способным завидуют, талантливым вредят, а гениальным мстят. И вот Паганини был гениальным скрипачом, поэтому он понимал, о чем пишет. И вот Давиду мстили, то есть ненависть царя дошла до безумного желания убить. Саул, некогда великий царь, жил с одной идеей убить Давида. И Давид был вынужден скрываться от гнева Саула. И вот смотрите, 24 глава первой книги царств. Третий стих. И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля. И пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же, и люди его сидели в глубине пещеры, и говорили Давиду люди его, вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои и сделаешь с ним то, что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после всего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула, и сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать зло Господину моему помазаннику Господню. И удержал Давид людей своих семи словами и не дал им восстать на Саула. Видите, вот такая вот история. Давид с маленькой группкой бежит от царя грозного царя Саула и прячется в пещере. И вот они сидят там вооруженные мечами в этой пещере и тут ничего не зная Саул проезжая мимо захотел по нужде всех оставил там и один пошел в эту пещерку в туалет. Тоже она ему приглянулась. Пришел и присел рядом. И вот представь себе я думаю что возможно человек присевший по нужде находится в самом беззащитном состоянии. И вот представь Бог в этом беззащитном состоянии перед тобой помещает прямо твоего смертельного врага. Вот он сидит. При этом исходя из текста мы видим что сильно хотел Саул он был так сосредоточен что даже не заметил что он тут не один что еще вообще другие люди в этом туалете не находятся немало да то есть видно что ну бывают вот так вот ехал 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 ну все же не могу ребята вон пещера бегом побежал сосредоточился никого не замечает друзья Давида радостный толкает его локтем говорит велик господь Давид велик господь вот он дал тебе шанс вот ты ничего для этого не делал бог сам поместил перед тобой в таком нелепом положении твоего главного главного врага шанс отомстить и расквитаться за все твои горести но посмотрите Давид точно так же как и Даниил не искал возможности воздать врагу за все козни и когда вроде бы смотрите сама вот судьба преподнесла ему врага которого можно было просто голыми руками брать и причем смотрите у Давида не просто появилась возможность поквитаться со своим врагом Саулом у него появилась возможность опозорить Саула ведь все бы узнали что Саул погиб не в бою а скажем так при иных обстоятельствах байки бы разошлись по всему Израилю вот что что а такое быстро расходится тут не надо в интернете много объявлений говорит спасибо за перепост не тут сами все перепост а вы слышали тут что с Саулом а как это случилось сейчас расскажу представляешь все говорят о твоей гибели ржут и друзья говорят ну все еще раз мы убедились давить что бог с тобой потому что иначе такого бы не было точно бог за тебя бог любит тебя давай вот ему уже дают меч все давай толкают его как вот ты толкаешь неверующего друга на покаяние давай пошел пошел и он пошел с этим с этим мечом подошел а тот сидит и он отрезал край одежды вверх написано хотя хотел бы и нижний нарезу и написано больно стало сердцу Давида вот знаешь вот этой боли эту боль мало кто может понять часто Аргентина Ямайка 5.0 все понимают твоя команда проиграла какая боль все понимают а когда у тебя есть прекрасная возможность расквитаться а ты не воспользуешься когда ты человеку который против тебя очень много зла сделал делаешь какую-то мелочь и тебе даже от этой мелочи плохо это знаете как называется это совесть которая несожженная чуткая чуткая голосу Бога чуткая голосу Духа Святого чуткую голосу доброго пастыря плохо ему стало а вот от этого плохо и он подумал как я могу воспользоваться слабостью того кого в свое время Господь помазал вы знаете я вот часто говорю с нашими там служителями еще вот у нас к сожалению в стране очень часто вот пробывших все время вот когда нынешний правитель все ему поют дифирамбы только он поменялся его тут же начинают поливать грязью я вот этого не понимаю я не понимаю когда сегодня христиане поливать грязью там 90-е годы там или время Михаила Горбачева скажешь что-то 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 было вы знаете сегодня легко сидеть что-то было и поливать грязью не присоединяйся вот к хору вот этих хулителей не надо скажешь ну там были проблемы ну у Саула были проблемы а кто говорит что у Саула не было проблем а? у него там проблемы были он вышел так и ничего не понял и вдруг слышит голос Саул он поворачивается из этой пещеры и выходит вооруженный Давид и тут Саул все понимает все понимает что с ним сейчас только что произошло и вот Саул ему говорит смотрите 24 глава 1 царств 18 стих ты правей меня ибо ты воздал мне добром а я воздавал тебе злом ты показал это сегодня поступив со мной милостиво когда Господь предавал меня в руки твои ты не убил меня кто найдя врага своего отпустил бы его в добрый путь Господь воздаст тебе добром за то что ты сделал мне сегодня и теперь я знаю что ты непременно будешь царствовать и царство Израилева будет твердо в руке твоей даже этого амбициозного царя изумило великодушие Давида и он уже увидел перед собой не соперника а человека с большим сердцем с благородным сердцем потому что Саул отлично понимал что если бы он был на месте Давида то поступил бы иначе уж он бы шанс не упустил он бы уж поквитался по полной видите только высокий дух одерживает настоящие победы и он одерживает это не мечом не копьем а достоинством и милосердием только высокий дух может по-настоящему царствовать не случайно Саул сказал непременно будешь царствовать и царство Израилева будет твердо в руке твоей потому что это власть неземная небесная вы знаете когда с нами поступают несправедливо то внутри внутри все клокочет и хочется просто сказать обидчикам вы не понимаете с кем вы имеете дело я так не оставлю хочется воздать хочется ответить хочется поквитаться со всеми со всеми кто тебе принес боль унижение страдания но есть люди и это люди высокого духа которые смотрят не глазами справедливости а глазами любви потому что некоторые думают что христианство это религия справедливости нет христианство это не религия справедливости для справедливости было бы достаточно ветхого завета око за око зуб за зуб справедливо справедливо Как вот делают в некоторых азиатских странах. Своровал, руку отрубают. Не воруй. Но когда Иисус пришел, знаете, некоторые не понимают. Им кажется, что вот в Ветхом Завете было много законов. Много всяких законов. Шестьсот с лишним. Всяких заповедей, законов, постановлений. Сотни. Какие-то были хорошие, какие-то были не очень хорошие, какие-то были правильные, какие-то были чуть-чуть уже лишние, какие-то были для евреев, какие-то были не только для евреев. И вот пришел Иисус для того, чтобы разобраться с законом. Чтобы сказать, я сейчас этот закон чуть-чуть изменю, его упрощу, что-то не нужно, а что-то нужно только евреям. А вот я сейчас, что вам нужно? На самом деле Иисус не пришел, чтобы дать нам более совершенный закон. Иисус пришел вообще совсем ценой миссии. Он не закон принес, он принес милость. И он сказал, что милость превозносится над судом. Это то же самое слово, как справедливость. Милосердие превозносится на справедливости. Пастор, пастор, ну ведь будь справедлива. Да, будь справедлива. Да, будь справедлива. Но ты христианин или нет? Христианин. Но если для тебя достаточно справедливости, тебе не нужен Христос. Живи в Ветхом Завете. Иисус для того и пришел, чтобы показать нам путь превосходнейший, путь любви, путь милосердия. Справедливость – это правда человеческая, земная. А милосердие приходит с небес. Поэтому люди высокого духа – это люди милостивые. Такие, как Давид. Причем, опять-таки, вот порыв царя Саула. Ой, да, ты лучше, чем я. Ты правей меня. Это всего лишь была временная эмоция. Потому что прошло короткое время, и снова Саул изыскивал все возможности, чтобы уничтожить Давида. Но опять-таки я вам хочу сказать, что высокий дух основывается не на отношении окружающих к тебе, а на твоих отношениях с Господом. На твоих отношениях высокий дух намного больше человеческой справедливости. У высокого духа иной ответ – не око за око или зуб за зуб. Потому что если бы справедливости было достаточно, не было бы нужды в Новом Завете. И третья, последняя история, которую я хотел бы сегодня сказать, произошла с еще одним героем Ветхого Завета, которого звали Авраам. Авраам пришел в землю, предназначенную ему Богом. А вместе с Авраамом путешествовала его многочисленная семья, в том числе и его племянник Лот. Поскольку Авраам был человек веры, Бог благословил и Авраама, и всю его семью, в том числе и Лота. Но люди часто не понимают, в чем источник их благословения. Бог благословил Лота, потому что Лот был с человеком Божьим вместе. Но Лоту, вместо того, чтобы ближе быть с Авраамом, наоборот, стало тесно с Авраамом. И там был целый конфликт, помните, когда пастухи Лота поссорились с пастухами Авраама. И, в общем, Лот решил от Авраама отделиться. И вот Авраам говорит, хорошо, хочешь отделиться, хорошо. Вот вся земля, вот перед тобой вся земля. Выбирай. Если вы были в Израиле, вы знаете, что там такая земля, там и хорошо, и тепло, и солнечно. Но проблема с водой, да? И поэтому там лучшие участки земли где? У воды. Посмотрел Лот и увидел окрестность Иорданскую. Ну, вокруг реки Иордана. И выбрал ее. То есть, из всей земли он выхватил что? Лучшую часть. А почему бы? То есть, он что? Еще раз говорю, все, что сделали эти люди, ведь они ничего плохого не сделали. Он же не забрал, не украл, не своровал. Ну, ему сами предложили. Ну, как, сами предложили. Возьму лучшую часть. Лучшую часть. Я, когда читаю эту историю, знаете, всегда вспоминаю другую. Уже со мной и с Дианой произошедшую. Уже 21 год назад она произошла, эта история. В Израиле. В 1996 году было три тысячелетия Иерусалима. Была большая христианская группа, в том числе и мы с Дианой туда поехали. В эту группу было много автобусов. И мы попали со многими именно служителями, проповедниками, пастырями. Такой был автобус. Прилетели в аэропорт Бен-Гурион. Выходили. И там, кто был вот в этих турах израильских по святым местам паломнических, там такие большие автобусы с кондиционерами. Мы прилетаем, проходим там таможню, проходим пограничную службу. И вот мы уже в Израиле. Ждем автобуса, приходит автобус и нам говорят, знаете, занимайте места в автобусе и место, которое вы займете, будет закреплено за вами до конца поездки. Ваше место будет в автобусе. А вы же понимаете, что поездка в Израиль, это же не просто, это экскурсия, это не только духовные переживания там на святых местах, это еще посмотреть интересно там. И 96-й год, и люди как коломанулись в этот автобус, все служители, помазанники, проповедники, как коломанулись. И произошла, прямо скажем, давка. Все хотели занять благословенные места, соответствующие уровню их помазания. А в такие моменты я, как правило, впадаю в стопор, потому что я не умею лезть, что ужасно раздражает мою жену. Потому что моя жена тоже не любит лезть, но она хочет, чтобы лез я. Я напомню, мы стояли с ней, она так стояла, там все места займутся, места займутся. Я говорю, ну, пускай займутся. Она говорит, ты что-то стоишь, давай заходи. Я говорю, да я ему не полезу туда, что там, убивают всех. Она говорит, ну вот, мы столько денег заплатили за эту поездку, сейчас будем сидеть, не помню, аж где. Я говорю, ну, я же понимаю, что много денег заплатили. И произошел у нас такой разговор, напряженный разговор у нас с ней произошел. Мы с ней не поняли друг друга. Она считала, что она за меня вышла замуж, потому что я должен быть бойцом в этих автобусах. Я сказал, хочешь воевать, воюй сама. Вот так вот. В итоге мы зашли последними. Мы зашли последними, и поскольку автобус был полностью укомплектован, все места были заняты, ну, там, пока что ли. То нам достались два последних места, это был самый последний ряд в центре. Знаете, самый последний ряд в центре. То есть все боковые места были заняты, все было занято. То есть все, что можно было где-то смотреть, занято. То есть только были два боковых места, то есть ты сидел в самом заднем, и перед тобой был... Сбоку тоже все занято было, там четыре места было. Вот мы сидели два места, остались нам. Мы только проход, в принципе, видели. вот но сидим радуемся вот славим господа вот за все благодарим вот я она ворчит вот вот видишь вот это зашел вот типа такой благородный торчи за все все эти 10 дней тут торчи сидит этот проход лебусь а вот так вот вот так не духовная жена вот я сижу и говорю а если зато я не зато я никого локтями не распихивал так вот но сидим с ней как бы обсуждаем ситуацию а капитанов то в каждом автобусе был какой-то служитель который был капитаном духовным таким вот а в нашем автобусе поскольку это был автобус где чисто русские служители проповедники капитана был конечно карл густав северин помните карл густав недавно у нас был вот он и тогда был такой веселый но на 20 лет моложе вот вот он он забегает в автобус такой веселый с у него жена была моника тоже с ним они сели там ну для него конечно там впереди забронировали место для карла густа вот все и он такой аллилуйя у нас будет прекрасные 10 дней мы будем славить господа только ведь когда мы будем ездить я очень люблю петь и нам нужен кто-то кто бы все время запевал и он говорит кто хочет запевать смысле петь а не пить вот кто хочет запевать и одно все проповедники же помазанники божьи да они как бы петь-то любят но лучше их не слышать потому что иногда проповедник выходит как запоет ой-ой-ой вот все любят петь но в душе вот и и как бы так все так в окошко смотрят как бы никто запевать не хочет и тут карл густов прямо по проходу видит мы сидим с дианой угольцу так тут же виктор с диана диана же у нас певица поэтому поэтому пускай диана видит ведет нас фалу и в поклонение и поэтому чтобы было удобно они должны сесть где микрофон то есть на самом переднем сиденье вот там знаете где вот большие автобусы тусики делал такой лобовое такое стекло и ты сидишь такой знаешь вместо как у водителя только без жуля вот его и вот такое большое стекло и и и и все так что вы проходите государства садитесь а те кто сидели спереди а тот самые крутые места у лобового стекло вот так вот это же чемпионы были понимаете царство божие а вы пока на их место садитесь вот до конца поездки там посидите вот мы сделаем мы такие сидим да да идите прямо сейчас будем слать господа прямо сейчас мы встаем идем вот а эти двое чемпионов с первых местах стали там тоже были вот и вышли и идут нам навстречу я посмотрел и им в глаза мне страшно стало я говорю калрик гуссов может я на 1 там посетит я сзади буду карл гуссов говорю нет виктор муж женой должны вместе сидеть это же одна плоть идите оба что он сюда пошел давай иди сюда все вот короче когда сели мы и стали славить господа и поехали я сижу перед этим лобовым стеклом вдруг в моем сердце прямо загорелась истинность место писания и будут первые последними и последние первыми да то есть узнаете надо есть такой страх остаться последним ты будешь последним и что с тобой нельзя два первым хватай быстрее чего хватать долину ярданскую хватай пока не забрали надо быстрее надо быстрее успех значит успеть успех значит успеть сейчас успех всех всех распихаю буду самым первым просто чемпионом написание говорит что может быть ты чемпионом ты станешь но во первых это будет временно во вторых ты так и не поймешь что такое по-настоящему высокий дух и вот слотом это и произошло ну забрал он себе долину ярданскую а потом пришли четыре вражеских царя и решили а мы возьмем самое лучшее и что они решили забрать долину ярданскую и в итоге они напали мы читаем захватили все богатство лота увели в плен узнав о произошедшем авраам собрал войско догнал тех четырех царей разбил их освободил племянника вернул все награбленное и вот правитель освобожденного содома сказала в раму быть ее 14 глава 21 стих смотрите отдай мне людей а не менее возьми себе но авраам сказал царю содомскому поднимаю руку мою господу богу всевышнему владыки неба и земли что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего чтобы ты не сказал я обогатил авраама казалось бы авраам имел полное право взять себе все отвоеванное богатство но он понимал что нельзя использовать любую возможность для обогащения и все эти отговорки о деньги не пахнут и еще как пахнут еще как вспомните про деньги которые иуда он получил не пахнут они многие любой ценой стремятся достичь успеха растолкать окружающих там локтями по всякому любой шанс использовать чтобы стать первым а потом победители не судят это неправда еще как судят еще как судят ради прибыли такие люди готовы идти на компромисс порой даже на предательство но вера в божье благословение важно выбирать правильные чистые пути не все что к тебе в руки идет идет к тебе в руки от бога человек высокого духа не лезет потому что он понимает твое от тебя не уйдет поэтому мы так многое говорим в последнее время про то что важно побить побеждать свое эго потому что твое эго оно в церкви просто оденется в христианские одежды и будет правильно говорить цитировать библию но останется таким же гадким и мерзким эгом мы когда готовились молодежью конференции я им ну старался на каждой встрече повторять одни и те же слова и говорю послушайте дорогие конференция придет и уйдет а мы остаемся намного важнее даже не то что мы делаем а как мы делаем намного важнее наши взаимоотношения друг с другом потому что в этом проявляется любовь не просто стать первым там круто все сделать так у нас самое суперское там все круто все самое лучшее мы такие чемпионы мы такие первые да вот это ничем не отличается от мира у нас же другой должен быть дух когда интересы пересекаются уметь отступить уметь сказать слушай возьми себе лучше я верю бог меня благословит нет же надо ухватывать как это мое это мое это мое это мое никому не отдам тут буду первым самым и пытаться и пытаться все 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 ухватить все некоторые люди вот диана оля помнится когда у нас только церковь начиналась только начиналась я себя пастором не называл ли мне 19 лет какой пастор для меня что-то пастор это было такое уже пожилое вот и я помню и там было и мы собирались я проповедовал там и славили господа и и знаете там вначале сейчас когда ты уже там в служении много-много лет и к тебе те могут не ну не все любят ну уж ну по крайней мере уважают но тогда так не было и помню это пастор надо пастор и там возникали разные люди которые я хочу быть пастором я хочу быть пастором я вообще никогда не говорю что хочу быть пастором я помню такое ощущение было когда чувствовал внутри своем призвание но я видел что другие люди, я буду пастором церкви, я буду пастором церкви, я буду пастором церкви. Я даже не воевал с ними, и не утверждал, и не боролся. Скажешь, как ты стал пастором церкви? А вот сам не знаю как. Мне жена часто говорит, я сама не удивляюсь, говорит, ты вроде никуда не лезешь, но везде оказываешься потом первым. Какие-то вещи, какие-то... Я же стал епископом церкви, когда еще у нас... Это в 90-е годы, вторая половина. Где Риховский сказал, ты первый епископ, которому я выдаю документ. Я вообще не лез. Они вдруг решили сами это сделать. И многие вещи в служении, я смотрю, вот без моего проталкивания, продавливания, так получилось. Наоборот, даже какие-то вещи, я хотел уйти в сторону, чтобы другие делали. Но вот получалось так, как получалось. И я в своей жизни много раз убедился, твое от тебя не уйдет. Не надо вгрызаться в жизни, нет, это моя жизнь, жизнь одна, давай. Но получишь ты это. Но это же ведь все будет не то, ты же понимаешь, что это не то. Когда Бог тебе дает, это одно, а когда ты вырываешь, это совершенно другое получается. Совершенно другое. Почему апостолы говорят, обращаясь к нам, к верующим, в почтительности друг друга предупреждайте. Служите друг другу, носите бремена друг к другу. Вот это как раз то, что миром не понято и не принято. Мир поддержит нас там о трудолюбии, о крепкой семье. Тут у них вопросов не будет. Но вот когда вот эти принципы говоришь, миру непонятны. Как это так? Нет, так нельзя. Потому что жить в высоком духе можно только при одном условии. Если ты доверяешь Богу, а если все земное, все земные, тут уж надо рвать своими силами. И мы читаем, как вот такие жемчужины высокого духа разбросаны по разным книгам Ветхого Завета. Мы видим это и в Аврааме, и в Давиде, и в Данииле. Но, конечно же, полнота высокого духа явилась только в Новом Завете с приходом Иисуса Христа. Христос – это воплощение жизни высокого духа. Когда мы читаем Нагорную проповедь, давайте откроем Нагорную проповедь. Это просто вот слова высокого духа. Высокого духа. Поэтому они непонятны этому миру. Загадочны. Матфей, 5 глава, 43 стих. Сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Видите, для высокого духа милость превозносится над судом. Таким был Давид, для которого любовь не ограничивалась только кругом своих друзей. Он даже врага Саула мог помиловать. 6 глава, Евангелие от Матфея, 31 стих. Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его. И это все приложится вам. Видите, для высокого духа внутреннее сокровище намного важнее материального. Таким был Авраам, который ради прибыли, ради лучшего куска земли не готов был пренебрегать духовными принципами. Не готов был. 7 глава Евангелия от Матфея, 12 стих. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Видите, высокий дух думает прежде о ближних. Таким был Даниил. Отдал друзьям высокую должность. Обычно люди полагают, что сначала им должны делать добро, а потом они им также должны отвечать. Но высокий дух иначе рассуждает. Я буду делать другим то, что хотел бы видеть с их стороны сам. Я буду поступать, даже если не получу добра взамен. Я все равно буду, потому что я делаю добро не потому, что ко мне по-доброму, а потому, что внутри меня живет добрый царь. Благой Бог. И в Нагорной проповеди мы видим дух Христа. Что такое высокий дух? А это и есть дух Христа. А кто духа Христа не имеет, то ты не его. Вот что такое христианство. И это очень отличается от того, чтобы быть просто последователем одной из мировых религий. Ну и последователь-то одной из мировых религий. Да эти христиан выше крыши. Вон, тюрьмы полны христианами. Сидят с крестиками крещеные. Ну и что? И же дух Христов. Ты можешь сто раз называться христианином, но не иметь никакого духа Христа. Почему та же мать Тереза Калькутская так привлекает внимание? Хотя она никогда не была идеальной. А потому что вот в том, что она делала, люди видели вот этот высокий дух. Дух любви. У нее, как у всех, кто много делает, тоже была куча завистников. Поэтому и пишут о ней много разного всего. Но вот когда читаешь то, о чем она учила, вот ее знаменитые слова я прочитаю. Я их периодически дома люблю снова и снова перечитывать. Потому что мне кажется, что многие высказывания Терезы Калькутской несут в себе настоящий дух Христа, дух Евангелия. Вот слушайте ее знаменитые слова. Если вы будете заботиться о людях, они могут обвинить вас в тайной личной корысти. Но вы все равно продолжайте заботиться. Если вы будете честны и искренни, люди могут использовать это. Но вы все равно оставайтесь честными и искренними. Добро, которое вы совершаете сегодня, завтра могут забыть. Но вы все равно творите добро. Делитесь с людьми лучшим, что у вас есть. Даже если им этого будет недостаточно. Но вы все равно отдавайте лучше. И вот вывод, который она делает. В конечном итоге вы поймете, что это происходило не между вами и людьми, а между вами и Богом. Почему эти слова так сильно касаются? А это высокий дух. Это выражение высокого духа. Она жила так. Высокий дух. Высокий дух. Все эти люди, они прошли свой путь. И мы сегодня с вами проходим свой путь. И у нас тоже есть свои вызовы, у нас есть свои испытания, у нас свои искушения. Всегда есть возможность быть либо в высоком духе, либо просто по справедливости, по-человечески поступить. А если вот так со мной, тогда все. Я прямо ухожу из церкви, больше не прихожу. Ах, если так, то все. И ты думаешь, что в тебе много достоинства, в тебе гордости много, в тебе амбиции много. Огромное количество людей приходит в христианство, чтобы просто реализовать сами себя. Прямо как же мы без твоей-то самореализации тут до сих пор жили. Христианство – это реализовать дух Христа через свою жизнь. Поэтому я так люблю говорить, что настоящий христианин – это не тот, кто живет жизнью, это жизнь живет его. Иисус – это путь истинной жизни. Она должна проживать через тебя, чтобы видящие тебя видели Христа, любовь Христа, благодать Христа, настоящий высокий дух, дух Христов. Давайте закроем глаза сейчас. И я хотел бы, чтобы вы могли вспомнить последние события в вашей жизни, может быть, в отношении семьи, может быть, в отношении вашей работы, отношений с коллегами или с начальниками, или в семье, с родителями, с детьми, с мужем, с женой. Ситуации, когда вот перед тобой точно так же был вот этот выбор поступить по-человечески, либо повести себя как человек высокого духа. И если вы видите, что во многом ваше поведение больше походило на поведение Лота, чем Авраама, на поведение Саула, а не Давида, на поведение волхвов Вавилона, а не Даниила, то что-то не так. Даже если правда на вашей стороне, даже если вы сделали все справедливо, ваш суд верен. Но вы что-то упустили. Вы упустили что-то, что превозносится над судом. Оно над. Почему оно высокое? Потому что это высокий дух. Высокий дух, который включает в себя милосердие, всепрощение. Высокий дух, который заключается вот в этой всепоглощающей Божьей любви, любви, которая является совокупностью всех совершенств, так написано у Павла. Вот этот высокий дух, настоящий высокий дух. У каждого человека, приходящего в церковь, рано или поздно встает выбор. Либо я продолжаю играть в эти религиозные христианские игры, либо я реально буду жить в высоком духе, как человек, стремящийся следовать за Христом, за Иисусом. А это, поймите, у нас может быть большая церковь, много людей, но путь за Христом это что-то всегда личное, индивидуальное. это твоя жизнь, это твой путь. От твоего решения зависит, как ты будешь проходить это. ты можешь до бесконечности оправдывать себя, находить извинения, находить аргументы, которые подтверждают твою позицию. Ну и что? Что? Ну правду, ну молодец. Но человек высокого духа это человек, который, через которого Бог смотрит и Бог действует. И жить в высоком духе можно только следуя за апостолом Павлом, который сказал, и уже не я живу, а живет во мне Христос. Когда Христос живет в тебе, тогда ты не можешь не жить в высоком духе. Высокий дух будет проявляться везде и во всем. всемогущий Господь, я молю сейчас за каждого из нас. Я молю, мой Бог, чтобы было больше и больше этих людей, людей высокого духа. Учи нас, Господь, во время любых трудностей, конфликтов, сложных ситуаций соотносить себя со Христом, чтобы Христос делал на нашем месте, как бы Он поступил, чтобы Он сказал. Я молю тебя, Господь, коснись, прости нас, Господь, за то, что часто мы ведем себя не как люди высокого духа, не как твои последователи, а как просто религиозные. Очисти нас, Господь, от этой мертвой религии, очисти. Чтобы мы не были просто эгоистами, которые пытаются что-то сделать для Бога. Мы хотим быть людьми, через которых Господь действует, которые не себя проявляют, от тебя проявляют. Твое сердце, твой характер, твою любовь. Чтобы там, Господь, где мы поступили недостойно, мы смогли исправиться, Господь. Прости нас, очисти нас, чтобы мы вели себя как люди высокого духа. Потому что это и есть христианство настоящее. это и есть настоящая церковь, не формальная, не религиозная, настоящая церковь. Собрание людей высокого духа, собрание людей, которые любят тебя, собрание людей, которые стремятся являть тебя этому миру. И прежде всего нашим родным, друзьям, знакомым, врагам, тем, кто недоволен нами, тем, кто, может быть, говорит про нас гадости, Господь. Любить их, несмотря ни на что, и делать лучшее, что мы можем. Пускай эти примеры жизни Даниила, Давида, Авраама станут для нас хорошими уроками, Господь. Потому что то, с чем они сталкивались, и мы с этим сталкиваемся регулярно, Господь. Дай нам мудрости, дай нам любви, Господь. Пускай даже эта мудрость будет казаться безумием, юродством для этого мира, но нам нужна не мудрость мира сего, а мудрость свыше, небесная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова